Привет! В ролике о том, как сделать тренировки на пресс эффективными, как подбирать упражнения так, чтобы реально работал пресс, ну и, собственно, как наконец-то увидеть когда-нибудь там свои кубики. Я говорил, что если хоть кто-нибудь прокомментирует о том, что интересно было бы узнать упражнения на пресс на перекладине, как их делать правильно, чтобы работал именно пресс, а не поддошные мышцы бедра. Комментарии были, соответственно, видео тоже будет. На самом деле, мы его снимаем уже второй раз, я видео, честно, снял для вас раньше, но был съеден третий раз. А, мы снимаем его третий раз. Да, но был съеден звук, поэтому, надеюсь, сегодня все получится. Давайте одним куском пошли сразу к перекладине. Упражнения на пресс на перекладине, естественно, подходят уже далеко не новичкам, тем, кто как минимум может висеть, не падать. Чаще делают мужчины, парни, но в основном все допускают одни и те же ошибки. Первое здесь лучше будет снять сбоку. Мы сегодня пройдемся по такому алгоритму, я показываю упражнения по градации, наверное, от простого к сложному и рассказываю о том, какие ошибки в них сразу допускают. Что делают чаще всего, дают даже новичкам, это подъемы колен. Обычно они выглядят двумя различными способами. Первое, это просто вот такие вот подъемы колен, человек повис, поднимает колени, абсолютно ничего здесь не работает, но чаще это выглядит даже не так, а примерно вот так. Думаю, кому знакомо, можете оставить комментарий, когда мы начинаем раскачиваться по перекладине и вообще непонятно, что происходит. На самом деле подъем колен неплохое упражнение, здесь можно включить пресс, но нужно соблюдать несколько простых правил. Первое, вспоминаем то самое видео, с которого вы перешли сюда, те, кто перешел по другой причине, я его закреплю здесь, закреплю здесь. Когда мы поднимаем колени, мы соблюдаем все те же правила, которые должны включить наш пресс в работу. Мы должны уметь втянуть напрять живот и подкрутить копчик вверх. То бишь, подъемы коленоперекладины выглядят не так, когда мы просто сгибаем бедра, мы должны выводить наши коленочки вверх, втягиваясь, напрягаясь в живот. При этом можете почувствовать, что вы корпусом как бы чуть-чуть отталкиваетесь назад, при этом поднимаете колени вверх. Максимально скручиваемся. Это может быть медленное движение, это может быть движение по инерции, но смысл в том, что вы должны скрутиться внутрь. Как только вы начнете это делать, пресс включится в работу. Здесь вас поджидает следующая сложность в том, что часто люди начинают вот так вот хаотично раскачиваться по перекладине, не могут себя поймать и из-за этого заканчивать движением. Чтобы этого не было, подберите перекладину по высоте такой, чтобы вы могли взяться за нее, руками стоять на полу, либо подставьте под ноги, например, ящик или стопку дисков. И запомните простой алгоритм действий. Когда мы поднимаем коленочки, мы отводим тело назад. Мы как бы от перекладины рукой толкаемся, толкаем перекладину вперед. Вот такое движение делаем. При этом поднимаются колени. Когда мы колени опускаем, мы заводим грудь вперед. И поработайте вот так, сначала подняв одну ногу, скручиваясь. Потом попробуйте сделать то же самое с другой ногой. Толкнулись. Толкнулись. И потом пробуйте плавненько оторвать уже две ноги. Назад, вернулись. Назад, вернулись. Когда вы попрактикуете такое движение, вы перестанете раскачиваться. Причем это будет работать на всех движениях, на подъемах колен или прямых ног, неважно. И пресс будет включаться в работу. В скором времени вам уже не придется делать такие амплитудные отталкивания. Вы сможете оставаться прямо под перекладиной и работать на одном месте, оставаясь включить свой пресс в работу. Собственно, вот так работают подъемы колен на перекладине в правильном их исполнении. Все остальное никакого отношения к прессу практически не имеет. Поехали дальше. Что можно сделать после подъема колен? Это подъем все тех же колен, только когда мы стараемся скрутиться и коснуться хотя бы рук. То есть это будет выглядеть не очень грациозно, не очень красиво, но очень и очень эффективно. Мы поднимаем колени, касаемся рук, опускаемся вниз. В таком формате пресс работает больше, потому что вы максимально приближаете две точки таз и солнечное сплетение, можно так сказать, чтобы было понятнее. То есть пресс максимально сокращен и ваша задача здесь не бросать ноги вниз, не падать с перекладины, а плавненько раскрыться, дать мышцам поработать в обе стороны. То бишь, когда мы делаем движение плавно, пресс работает. Если мы ноги бросаем, пресс не работает, плюс мы рискуем потерять движение, улететь назад и начать раскачиваться по перекладине. Если вы уже начали, кстати, качаться, как Мауглина или Аня на перекладине, варианта остановиться на весу практически нет. Это может сделать профессионал, который хорошо чувствует движение, но вам лучше, скорее всего, просто остановиться, взяться заново и начать делать упражнения сначала. Следующий вариант исполнения – это подъем колен до положения, когда мы их заводим за руки. Выглядит это следующим образом. Мы плавненько скручиваемся, завозим колени за руки и плавно опускаемся вниз. Такой вариант еще сложнее, интереснее. И, в принципе, сделав 4-5 таких повторений, уже, возможно, ничего больше не захочется. Задача максимум – сделать движение вниз и вверх плавно. Задача минимум – закинуть колени вверх по инерции, но опуститься вниз плавно. То есть это будет выглядеть следующим образом. Закинули ноги, плавно, плавно, насколько смогли, опустились. Закинули, плавно опустились. В принципе, все варианты, которые сопряжены с подъемом колен, мы прошли. Пройдите все три уровня, которые я показал. Этого будет более чем достаточно. Последний вариант, кстати, самый мой, по крайней мере, любимый. Я другие упражнения особо-то их не делаю. Но вам все их покажу. Переходим к подъему прямых ног. Здесь все правила установки ровно те же самые, на самом деле. И движение обычно разделяется на несколько подбитов. Первый – это строгие подъемы, как взрослые зятьки делали в залах. Повесли, ножки вместе, носочки оттянули, подняли к перекладине, опустились вниз. Строгие подъемы, наверное, самый популярный вид. Ну и самый, естественно, будет самый скучный. Потому что, во-первых, движение занимает довольно много времени. Приходится очень долго висеть. И часто лимитом даже будет выступать не пресс, а то, что ваш хват уже устал. Поэтому есть много других вариаций подъемов ног, более привлекательных и интересных. Один из них, вряд ли вы делали, это подъем одной ноги к перекладине. В этом варианте исполнения нужно повиснуть и поднимать ножки поочередно. Одна нога у нас остается расслабленнее, насколько возможно. Она будет тоже немножко приподниматься. А вторая, ну это будет происходить по инерции просто. А вторая работает. Коснулись, вернулись. Коснулись, вернулись. Выполняем движение плавно, спокойно. Ножки чуть-чуть согнуты. Очень классно работает пресс. А мне движение-то очень нравится. Попробую тоже сделать, напишите, если получилось. Следующий вариант наверняка тоже все уже видели. Это вариант выполнения из кроссфита, когда подъем носков перекладине выполняется киппингом. На первый взгляд, как обычно, все движения, которые нам не сильно привычны, кажутся неправильными. И что же здесь может работать? Сейчас покажу, как это выглядит в жизни. Подъемы носков происходят вот с такой. Классный кадр будет, да. В общем, экспериментальным путем мы пришли к тому, что подъем носков киппингом я показывать не буду. Скорее всего, просто вставлю в этот ролик какую-то вставочку, и там кто-то будет это делать за меня. Но что здесь нужно рассказать? В киппинге тоже хорошо работает на самом деле пресс. Никуда он здесь не девается, ничего с ним не произойдет, он не выключится. Для того, чтобы делать движение киппингом, нужно обладать хорошим хватом, хорошей координацией и чувствовать перекладину. Потому что большинство людей, которым кажется, что закидывать ноги киппингом гораздо легче, чем сделать строгие подъемы, что это может сделать каждый, даже не тренированный человек, очень сильно ошибаются. Потому что киппинг требует хорошей слаженности движений, которые нужно нарабатывать. В подъемах киппингом, естественно, нагрузка на пресс меньше, потому что часть амплитуды мы пролетаем просто по инерции. Вниз тоже опускаться плавно не нужно. Нужно бросить ноги, чтобы вас опять-таки они завели в следующий мах. Но за счет того, что подъемы носков киппинга выполняется обычно в большем количестве, пресс тоже классно работает. Собственно, давайте быстренько пройдемся. Что можно сделать? Подъемы колен виси просто, подъемы колен к рукам, плавно скручиваясь, и подъемы колен, заводя колени за руки. Смотрим, чтобы наши коленочки зашли за уровень руки, опустились. Дальше переходим к подъему носков. Строгие подъемы носков прекрасно, все знают. Я, возможно, забыл сказать, можно делать даже стоя на полу. То есть не обязательно висеть. Вы можете просто подойти к перекладине, стоять, сделать подъемчик и снова опуститься, поймать баланс. Для этого ножки ставим чуть-чуть вперед. Это для тех, кто пытался-пытался остановить тело, но все равно раскачивается. Подъемы ног по одной ноге к перекладине очень классно советую попробовать. Подъемы ног киппингом. Ну, а теперь перейдем к каким-то вариантам таким более нестандартным. Первый из них называется маятник. Маятник требует от нас того, чтобы мы подняли ноги максимально вертикально вверх и затем опускали корпус вправо-влево. Не то, чтобы сторонник большой этого движения, но знать его точно стоит. Принято считать, что в маятнике прекрасно работают косые мышцы, но работает здесь весь пресс в любом случае однозначно. Но мне кажется, есть много других движений, более простых, понятных, которые можно сделать даже без перекладины на самом деле. То есть я маятник никому из своих учеников и сам никогда не делаю. Но вам обязательно покажу, как это работает. Поднимаем ножки вверх, фиксируем положение тела и дальше опускаем их вправо-влево. У меня здесь ограничители, поэтому еще чуть-чуть ноги опущу ниже. Вот в таком формате это работает. Опять-таки за годы работы в зале я заметил, что маятник, строгие носки к перекладине. Это такая олдскул тренировка. Я в основном выполняю такие упражнения. Крепкие дядьки, которым за 50 уже они слезят за собой. И они приходят и делают эти упражнения, потому что привыкли делать их со своей юности. Они могут еще подъем-переворотом подделать, потом маятник. Классно, в хорошей форме, но не считаю, в общем, это движение необходимым. Следующее движение, которое тоже вряд ли вы делали, это обратное скручивание в висе на перекладине. Для того, чтобы сделать обратное скручивание, нужно повиснуть на перекладине, поднять ножки так, как будто вы хотите сделать маятник, и дальше выталкивать их вертикально в небо. Как это работает? Подняли ножки, повисли, зафиксировались и толкаем себя вверх. При этом стараемся это движение выполнять именно от корпуса. Мы работаем корпусом. Мы не подтягиваемся руками, работаем корпусом. Пресс тоже классно работает, но, опять-таки, нет смысла вывешиваться вниз головой, делать какие-то сложные движения, когда ровно того же эффекта можно добиться более простыми движениями. Например, можно подойти не к перекладине, а к брусьям. И на брусьях выполнить следующее. Мы выпрямили ручки, как будто собираемся отжиматься. Дальше мы их выпрямили еще больше, сделали круглой спину. Максимально-максимально развели лопатки. В этом положении вы уже почувствуете пресс. Нужно его пару раз порепетировать. Свели лопатки, развели. Свели, развели. А теперь добавили к этому подтягивание коленочек к груди. И если все звезды сойдутся, вы все делаете правильно, научитесь разворачивать лопатки, выдавливать себя вниз, втягивать напрягать живот, то и в этом положении пресс прекрасно поработает. На самом деле, упражнений на пресс бесчисленное множество. Главное, что стоит понять, пресс работает для того, чтобы наш корпус вот в такое положение приводить. Он вот эти две точки приближает друг к другу. Поэтому все движения, где мы добиваемся этого приближения, они будут эффективны. Если вы хотите, чтобы пресс стал еще и сильным, потому что, например, вы работаете с отягощениями, то и пресс можно делать в некоторых движения, беря в руки дополнительный вес. Это нормально. Это такая же мышца, которая точно так же будет реагировать на внешнее воздействие лучше, чем без него. То есть вы можете делать сгибание рук с единичками по 100 раз. Почему-то так считают, что эффективно делать для пресса, для скручиваний. А можете взять вес больше, и эффект будет выше. То же самое с прессом. Можете делать вечное скручивание, увеличивая количество повторений. Можете просто усложнять свои тренировки дополнительной нагрузкой в виде просто сложных упражнений, либо в виде дополнительного веса в руках, иногда в ногах. Но с этим нужно быть осторожным. У меня все. В принципе, такой подборки хватит, я думаю, надолго. И спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok